Всем привет, меня зовут Ира, и сегодня у нас будет очень интересное видео, потому что я хочу рассказать про книгу Бернара Вербера «Ящик Пандоры». Начну, пожалуй, с того, что я самый большой фанат Вербера, я считаю, в мире. У меня есть все его книги, я все их читала, у меня есть его французские комиксы на французском, хотя я не знаю французский, но это комиксы по книге Танатанафты, поэтому сюжет мне был знаком, когда я их листала и смотрела картинки. У меня есть его малоизвестный комикс Exit, выход, и его энциклопедия в разных изданиях, так что у меня есть полная коллекция книг, в основном это Ripple Classic в белом издании, я думаю, что те, кто читает Вербера, знают о каком издании я говорю, и мне даже как-то жаль, что Вербер год или два назад перешел к новому издательству, то есть от Ripple к Ксмо. Я пока не знаю, как относиться к Ксмо, пока все, что я вижу, это то, что встреч с Вербером стало меньше, хотя их и так было немного в России, скажем так, то есть обычно он приезжал раз в год на презентацию новой книги. В Франции к тому времени, как он приезжал к нам, уже выходила его новая-новая книга, а в Россию уже доходил перевод предыдущей книги. Да, и пока что я вижу, что встреч с Вербером стало меньше. Например, в этом году я, как только узнала про выход новой книги, сразу же пошла в Инстаграм, Вконтакте, издательство, и спрашиваю, вы привезете Вербера, вы его привезете? Они сказали, что нет, мы не планируем, но мы подумаем. Ну, понятно, что этого не произойдет в этом году, к сожалению, и мне очень грустно до этого, потому что мы и так видим этого писателя только раз в год в России, и теперь, получается, это будет еще раз в два года, если вообще будет теперь. А я из тех людей, кто может приехать одним днем без ночевки в Питер, чтобы увидеть Вербера, поэтому мне действительно очень печально это слышать. Но вернемся к его новому роману «Ящик Пандоры», и да, мне нравится новое оформление от Эксмо, у них очень красивый дизайн новых обложек, и предыдущие одна или две книги тоже были под их издательством, мне очень понравилось, нравится это новое оформление для Вербера, и, наверное, я пока буду радоваться тому, что у него новое издательство, чем расстраиваться из-за отсутствия встреч. Все-таки для меня важнее прочитать новые книги, чем встречаться, хотя это очень приятный бонус. О чем же новый роман Вербера? Он про Ренетта Ледана, это учитель истории, который благодаря гипнозу познает себя и открывает реинкарнации своей души. То есть до его настоящей жизни уже сто с чем-то раз его душа переживала полноценную жизнь в разных странах, была разным человеком, разного пола, вероисповедания и так далее. И он обращается к этим жизням, чтобы познавать себя и мир. И, возвращаясь к первой жизни, он понимает, что он был атлантом на исчезнувшей Атландите, которая является мифом в нашей настоящей жизни и в мире книги тоже. Я на самом деле очень люблю то, что пишет Вербер. Мне нравится, как он мифы делает настоящими, как он дает им такую оболочку, словно бы это что-то реальное. И, возможно, наше покорение, то есть мы настоящие люди не из книги, никогда не узнаем правду об Атлантиде, но такие мысли, они очень интересны для того, чтобы подумать, поглубже познакомиться с собой, посмотреть на мир другими глазами, и мне это очень нравится. Я не буду, разумеется, раскрывать весь сюжет, но если вы читали книгу и вы хотите чем-то поделиться, пожалуйста, пишите в комментарии, мне будет очень интересно прочитать, потому что я обычно ни с кем не обсуждаю книги Вербера, то есть я читаю, я потом долго рефлексирую, думаю, что это для себя, я с этим устаюсь, и никогда не читаю чужие отзывы намеренно, но вдруг кому-то захочется поделиться, пожалуйста, мне будет очень интересно прочитать, что вы об этом думаете. И да, если вам не нравится Вербер, не нравятся его мысли, то нам точно не по пути, потому что я его большой фанат, я очень лично воспринимаю все книги, они очень мне помогают в том, чтобы жить в гармонии с собой, с миром, и поэтому я пересчитаю, что люди, которые не могут понять и вынести что-то для себя, это немножко узкомыслящие люди, и им как бы не по пути со мной, в этом нет ничего плохого, просто я не хочу с такими людьми общаться. Рада снова видеть эту фишку с энциклопедиями, кажется, она повторяется с книги в книгу, но в каких-то ее нету, но мне нравится, когда это есть, то есть когда главы перемешаны с какими-то отрывками из истории, с какими-то настоящими историческими событиями, с историями личностей настоящих живших, или раскрытием каких-то фактов и секретов, это все очень расширяет кругозор и, в принципе, интересно дополняет книгу. И да, я не хочу повторять сюжет книги, я скажу так, что здесь есть все, что люди любят в Эрбере. Здесь есть крысы, здесь есть дельфины, здесь есть что-то затерянное, магическое, интересное, здесь есть Франция, есть французы, ну как Франция, скорее есть Париж, как обычно, есть интересные французы, интересные имена, рыжая женщина, зеленые глаза, все по канону, из книги в книгу, но я люблю это. Это такая константа, которая всегда железно есть в каждой его книге, и меняется как-то сюжет, меняются декорации немножко, потому что там Париж в основном, да не в основном, всегда Париж, и мне просто это действительно в нем нравится, что несмотря на то, что у него похожие герои, похожие женщины всегда в книге, рыжие, зеленоглазые, есть кошки, есть дельфины, есть крысы, есть муравьи, всех он неизменно всегда упоминает, но это какая-то фишка, то есть мне очень, скажу в десятый раз, это нравится. Да, здесь снова все это есть, это не от лица кошек, насколько я знаю, сейчас в этом году вышел во Франции новый роман, это как раз продолжение про кошку, который выходил два года назад, так что в следующем году мы узнаем, что там было у кошки. Пока что это про Атлантиду, повторюсь, мне очень нравится новый дизайн, очень красивый. Кстати, мне повредила книгу книжный магазин, они, видимо, вскрывали коробку и проехались вот так ножом канцелярским, и оставили царапину. Удивительно, что им хватает наглости продавать за полную цену книгу, которую они повредили, но это не важно, мне книгу подарили, но все равно неприятно сознавать такое отношение к книгам. И все-таки скажу как-то вкратце про мои впечатления от книги. Мне очень понравилось, я, как обычно, вдохновилась, потому что, знаете, это одна книга в год от Вербера, и мы ее получаем еще с опозданием в России, но вот настолько он живет своим миром, настолько это приятно читать, и я очень сильно вдохновляюсь, когда читаю его произведения и романы, и я очень рада снова видеть новый роман. Я очень рада, что здесь все по-прежнему, это все очень интересная история, захватывающий сюжет, все очень быстро несется, все очень в духе Вербера, особенно эти его диалоги, которые никто никогда в жизни бы не произнес, но они звучат так. А обычно в книге как будто все так нормально могут общаться, хотя, если вдуматься, его диалоги действительно немножко далеки от реальных разговоров. Но я понимаю, что в художественной литературе настоящие диалоги быть не могут. Ну, то есть в художественной литературе очень сложно нормально воспроизвести живую речь человека, потому что мы все очень-очень невнятно и плохо разговариваем. Но при этом замечательно описаны внутренние переживания, внутренние эмоции, внутренняя борьба с собой, рефлексия. И все это мне очень близко, потому что я сама склонна к рефлексии, вот к этому бесконечному пережевыванию событий, размышлениям, что если, а как бы. И это очень затягивает. И поэтому эта книга, она как рука помощи, которая говорит, да, вы все такие. То есть эта книга, она как бы идет в дополнение к тем мыслям, что у меня есть, про реинкарнацию, что действительно наши души переживают что-то, и души вообще существуют, и вся эта тема, не буду сейчас углубляться, но я думаю, кто тоже так считает, понимает, о чем я. Это здорово читать, что кто-то тоже считает, что реинкарнация — это вещь, что она, возможно, существует, и что, возможно, наши души переживали какие-то важные вехи истории, и мы были там. И это очень удивительно, что мы постоянно все забываем и пытаемся как-то развивать наш мир. В общем, да, вы уже видите, я вот ухожу куда-то в размышления. Просто, когда думаю об этой книге, настолько мне она понравилась, я, конечно же, советую ее прочитать, потому что это увлекательнейшее чтиво, это максимально интересный сюжет, это старый добрый Вербер, который не меняется из года в год. Я очень рада, что он написал новую книгу, я очень рада, что она дошла до России. Обычно его новые книги выходили осенью, сейчас Эксмо делает это гораздо быстрее, и я помню, что на прошлой встрече прошлым летом был переводчик, который переводит с французского на русский новый. Эксмо сейчас занимается тем, что переводит все книги Вербера заново на русский, то есть это будет новый перевод, нового переводчика. Мне не видно разницы между предыдущими переводами и этим, но я отмечу, вдруг Эксмо посмотрит это видео. Ужасная редактура, то есть ошибки, опечатки, важные даже слова для сюжета, все это есть. Очень много опечаток, и чем ближе к концу, тем больше их становится. Очень много ошибок, пропущенных букв. Да, неправильно написанное слово, которое является частью сюжета, и мне очень странно видеть это в книге за 500 рублей. Я понимаю, книга, дорогое удовольствие, красивая, хорошая обложка, это все здорово, но если вы не можете вычитать книгу и как бы сделать вашу работу, может быть, вам стоит задуматься над этим, потому что создавая такой продукт, книжку, то, что должно как бы помогать человеку с грамотностью и не только, это такая небольшая доля ответственности, и мне кажется, нормально проверять это. Тут как бы, насколько я помню, несколько редакторов даже указано. Ответственный, литературный, младший, художественный, ну художественный, ладно, три редактора, и все равно книга ужасно вычитана, как будто ее не читали вообще. Я не удивлюсь, если так и было, очень похоже на типичную работу какой-то русской компании, где всем наплевать на результат. Это мне очень сильно бросилось в глаза, и мне это реально мешало читать, то есть я читаю сюжет, я очень увлечена, я погрузилась в мир, я представляю, что я с героями, и тут опечатка, это знаете, это как будто камень, я бегу, спотыкаюсь и падаю, и проезжаю с лицом в асфальт. У меня вот такое впечатление от этих бесконечных ошибок. Чем больше их становилось, тем больше я выпадала из сюжета и думала о том, как можно было ошибиться, и поэтому это довольно неприятно. Я даже написала Эксмо в итоге ВКонтакте, в их группе, почему так плохо вычитана книга, все, что тебе сказали, это мы передадим коллегам, что понятно, это просто отмазка, ничего не изменится, от чего еще более неприятно, если честно. Ну ладно, это их дело, не мое, очевидно, просто скажу, что будьте готовы, книги плохо вычитаны, там есть опечатки, там есть ошибки, это будет мешать, наверное, кому-то таким задротам, как я, но, да, мое дело предупредить, что это будет встречаться. Это было такое небольшое ревью по книге, я надеюсь, что вам было это полезно и интересно, если вы не знаете, хотите ли вы ее прочитать, может быть, вам интересен Вербер, но немножко издалека. Эта книга не часть трилогии, она идет оригинальной отдельной истории, вы познакомитесь с возможным миром Атлантиды, по мнению Вербера, как обычно, это что-то за гранью сознания нашего, хотя это безумно увлекательно. Вы видите старого Вербера, если вы давно его читаете, вы познакомитесь с Вербером, если вы только об этом думаете. Я советую прочитать его, может быть, не обязательно эту книгу, я могу посоветоваться с империей ангелов, потому что с нее начала я, когда ознакомилась с Вербером, и это замечательнейшая книга, которую я очень люблю, читала ее много раз, поэтому неизменно советую всегда начинать с нее, всех, кто интересуется. Если вам не нравится фантастика и додумывание, и то, что не похоже на нашу реальность, вам не стоит это читать, потому что там есть Атлантида, и то, что сложно представить, и понять. И также, мне кажется, впервые Вербер затрагивает природу убийства, то есть, почему один человек может убить другого, как он себя чувствует после этого, и со стороны писателя это безумно круто, потому что я, как человек, который любит иногда писать, иногда, а раньше я вообще была очень сильно увлечена писательством, историей, рассказов и так далее, я всегда напрягаюсь, когда заходит тема о том, чтобы написать убийство, и то, как человек чувствует себя после этого, потому что мне кажется, что лучше всего понять убийцу может только убийца, то есть, соответственно, если ты кого-то убил, тебе легко написать, как ты себя чувствуешь, ведь ты это совершил, и у тебя остались эти эмоции, чувства. Но когда ты не совершал преступлений, и, например, абсолютно против таких вещей, это сложно представить, это сложно осознать, и со стороны писателя это очень интересно попытаться войти в шкуру убийцы, который осознанно или неосознанно совершил это действие. Я поэтому очень люблю эти сцены, когда писатель, он выходит за рамки своего видения мира и пытается увидеть мир чужими глазами человека, который способен, например, навредить другому или лишить его жизни, и это дает мне такое тоже вдохновение, что, в принципе, возможно написать то, что ты не испытывал в жизни, имея хорошее воображение. Да, это я все к тому, что здесь есть сцена убийства, сцена того, как персонаж переживает убийство. Если что, это не спойлер, это написано здесь, и поэтому я тоже, как человек, который интересуется писательством, всем этим мастерством, восхищение от того, как Вербер работает над этой темой, самопознания и мыслей после совершенного преступления. Надеюсь, вам была полезна моя рецензия. Кажется, я уже пыталась закончить пять минут назад, но все равно начала разговаривать. В общем, прочитайте книгу, составьте свое мнение, расскажите мне, если вы уже читали в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать и узнать, что вы об этом думаете. А вам всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно, немножко здорово. Может быть, вы тоже о чем-то задумались? Господи. Мне кажется, я сказала 1% про книгу и 99% пространственных размышлений о жизни. Но, извините, так работает Вербер на мой мозг. Я начинаю просто бесконечно о чем-то думать, размышлять, и это как большая лавина. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok